Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Ну что, началась трудовая неделя, сейчас быстренько-быстренько по делам. Все надо уладить. Кстати, я хочу еще забежать в магазинчик. Ну, нам продукты не нужны, там для фитнеса есть кое-какие вещи. Покажу вам. Так, так, так. Слушайте, тележек нету. Полдесятого утра. Тележек нету. Посмотрим, что здесь творится. Уфу-фу-фу-фу. После праздников. Ладно. Ну, вот эти вот коврики такие под тренажер. Или под эти гантельки. Чтобы не царапать пол. Вот такой коврик мне нужен. Резинок не было. Только этот коврик взяла. Ну, ладно. Походу, все такие спортсмены все разобрали. Приехали. Кифф-ортопеду. Ортодонт. Называется по-русски. С Давидом. Давид, сюда пойдем. Нужно ему там кое-что подкрутить. На этих... На брекетах. Вот. Что ты, обветку, что ли, зацепился? Ладно. Пойдем. А мне потом в банк надо будет сбегать. Все такие деловые. Все, все дела уладили. Где мой банк? Вон там мой банк сходила. Все. Сейчас Алекса... Давида заберу. И поедем дальше. По делам. Вот по городу везде стоят вот эти вот знаки. Что ходить нужно. В масках. Вот какая красота у меня получилась. Коврик не толстый, удобный, тоненький, но защищает очень хорошо от повреждения пол. И все сюда как раз гантельки. Все поместилось у меня. Еще у меня осталось столько вот еще. Сколько тут? Еще четыре штучки осталось. Можно будет его удлинить. Если какой-нибудь тренажер ставить. Но мне вот этого достаточно. Как раз для моего спортивного инвентаря. Супер! Всем советую. Кто занимается вот этим вот дома. И не портится пол. Можно спокойно, если нечаянно упадет на пол, ничего не случится. Сегодня мы еще не все закупили. Еду сейчас в другой магазин. Там, где творог, который я всегда кушаю по утрам, он в другом магазине. Поэтому мне приходится ездить туда, закупаться. Но все равно мне нужен салат. Сейчас покажу, что там. Какая там обстановка. Потому что там, где я живу, в эти магазины вообще кошмар. Потому что завтра будет полдня только работать в магазин. Так как в среду у нас опять праздник. А там у нас как раз русское Рождество. Будем же отмечать. Своим опять узким кругом. Потому что у нас локдаун. Нельзя собираться после восьми, чтобы все сидели дома. Все. Еще целый месяц. Поэтому сами сядем. Своим семейным кругом отметим. Ну а сейчас я еду в магазин. Потому что я думала завтра съездить. Но навряд ли получится. После работы еще и полдня открыть только магазин. Нет. Поэтому сейчас езжу лучше. Подкуплюсь. Посмотрим и вам покажем. Что же у нас там новенького. Кстати, цены подняли. Очень даже подняли. Особенно ощутимо это на бензине. Да. Ну ничего. Прорвемся. Покажу вам наших велосипедистов. О, как ездят. По дорожкам. Спортсмены. Ну, е-мое. Люди, вы че, блин? Даже припарковаться негде. Я представляю, что творится в магазине. Ну, почему у нас не работают магазины, как в России или в Казахстане, а? 24 часа в сутки. Ну, хотя бы пусть не 24 часа. Ну, хотя бы пусть каждый день до 10 вечера. И все. И вот этого беспорядка такого не будет. Уже они издеваются над людьми просто. Надо нам время положить. Во сколько мы приехали, а то же. Контроля. Ходит контроля. Сразу штрафы навешает. Все. Побежали мы. Хочу вам сказать, вы не замечали? То есть, не обращали внимания на цены, когда закупаетесь? Я вот всегда обращаю внимание на цены. Ну, даже их и запоминаю. Например, была одна цена, синяя. Ну, нормальная цена. Сейчас эта же цена красная. А на красную цену, как вы понимаете, все кидаются. Это типа со скидкой. Но цена осталась та же самая. Вот так. Например, масло вот это я всегда покупаю, да? Вот видите? Она всегда стоила ойра 39. А сейчас стоит ойра 39. Но красная цена. А была всегда синяя ойра 39. Маркетинговый ход. Что? Не кидайтесь сразу на красные эти ценники. Они тоже обманывают. Ну вот, купила все по минимуму. Салат, творог, мельмель, бананы, сыр, моцарелла тертая, маха, виноград. Ну, в общем... А, и бочки. Салфетки еще. Чек у меня на 15,83. Вот где здесь 15 евро, да? Вот так вот. Вот такие цены уже стали с января месяца. Так что у нас тоже бывает не сладко. Ну все, закупилась я. Холодно так на улице. Видали, какие у нас цены? О! Подросли еще как подросли. Не успеваешь оглянуться, уже все. Цены поднялись. Лися, сейчас поедем домой. В холодильник все положим. Ладно, поехала я. Не отвлекайте меня за рулем. Всем доброе утро. Сегодня уже второй день. Снимаю влог. Снимать нечего. Сейчас завтраку на работку. Поедем на работу. На улице холодно, темно. Еще рано. Вам тоже на работу? Или только мне одной? Все, завтракаю. И буду выходить. Слушайте, хочу сказать, что свет не этот. Народ спит. Машины стоят. Не так уж много людей на работу едет. А все почему? А завтра же у нас еще праздник. Завтра не рабочий день. Поэтому они думают, что вы выезжать-то? На работу можно отпуску? Я же пристегнула его. На улице дождь. Холодно. Сколько у нас сегодня градусов? Хотя стоит ноль. Но холодно. Все туда поехала. Потом включусь. А у нас пошел снег. Вот такой снег падает и ложится. Какие новости? Новости неутешительные. Хотят продлить локдаун. Такое слово, что я думаю. Локдаун. Хотят продлить карантином? До конца января. Сегодня будут решать. Насчет школы. Насчет школы тоже будут решать. У нас заканчиваются каникулы. И на следующей неделе дети должны идти в школу. Но они будут решать. Может даже продлят. Дистанционно сделают. И будем мы сидеть опять все дома. Магазины тоже не будут открыты. Салоны тоже. Ничего не будет работать. В общем, так же до восьми часов вечера. И все потом домой. Будем по домам сидеть. В общем, год начался. Пока вот такие новости. Но это еще они решают. Сегодня, по-моему, будут решать. Но если уже об этом говорят, то значит это и будет. Просто как бы людей так успокаивают. Мы еще будем решать. А на самом деле уже давно решили. Вот. Поэтому вот так вот. Сейчас еду домой. Потом надо будет проехать на дачку. Навестить наших девчонок. Спросить, как у них дела. Что-то они перестали нестись. Наверное, холодно. Поэтому перестали нестись. Хотя у них там сухо. Хорошо. Корм есть. Сухо. Седаем, привозим хлебушек. Яблочки. Такое вот. Ну, поедем, посмотрим, что у них сегодня. А снег идет. Да. В этом году прям снег, снег. Все. Езу я. Потом включусь с вами. Пообщаемся еще. А мне опять посылочка пришла. Сейчас раскроем. Посмотрим, что здесь. Сама еще не знаю. Все забыла уже, когда заказывала еще давно-давно. Месяц, наверное, назад. Сейчас посмотрим, что здесь. Так. Что нам тут? Упаковано, кстати, очень хорошо. Да? Если кидают, то ничто не повредится там. Упаковали хорошо. Новая машиночка пришла. Запасная. Сейчас откроем и проверим. И вот с такими вот подставочка. Все. Пришло. Осталось только проверить на деле. Все. Проверяем. Включаем. Это у нас больше-меньше. Сильно, если сделаем. Угу. Ну все. Супер. Ссылочку на товар я оставлю под видео. Будет у меня теперь запасная машинка. А то та у меня уже что-то через раз так дышала. В общем. Будет у меня теперь запасная машиночка. Кстати, совсем недорого. Я ссылочку оставлю. Там посмотрите. Цены каждый раз меняются. Я заказывала за одну цену. Сейчас уже другая цена. Там найти. Надо угадывать, в какой день. Или там смотреть, наблюдать. В какой день. Заказать. Ну там еще и скидки бывают. Так что. Всегда можно купить дешево. Кстати, качество очень хорошее. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока и до новых встреч.